Анастасия Милишкевич, приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». И сегодня мы решили немного поменять ее формат. Событий в Бресте было немало, все не нашли отражения в ежедневных новостных выпусках, но центральной новостью, особенно для наших журналистов, стала первая пресс-конференция в статусе главы города Бреста Сергея Лободинского. Местом для большого разговора стал Музей войны территория мира в Брестской крепости. Это не случайная первая тема, к которой обратился мэр областного центра – патриотизм. Цитата «Для меня это очень важно и ценно, потому что нельзя жить в Бресте и не подпитываться этим бесценным источником патриотизма. Каждого брещанина, каждого белоруса коснулась война. Поколение наших дедушек и бабушек жертвовало собой ради того, чтобы мы жили. Жили в нашем любимом прекрасном Бресте». Помимо этой темы предметно, а главное, откровенно шел разговор об экономике и инвестициях, о строительстве, о транспорте и благоустройстве, о здравоохранении и образовании. Но лучше один раз увидеть и послушать. Так мы подумали и представляем вашему вниманию телеверсию пресс-конференции председателя Брестского городского исполнительного комитета Сергея Лободинского. «Одна из тем, где я участвовал в Уфе-форуме регионов, было именно обмен опытом и работой, которая проводится по патриотическому воспитанию. Патриотизм для самого меня – это, я еще раз повторюсь, наверное, не какой-то лозунг, а все начинается с обычных вещей. В чем эти вещи заключаются? Ну, безусловно, это любовь к родным и близким. Потому что если ты любишь свою семью, любишь то дело, которое ты занимаешься, наверное, в общей массе, в общей сплоченности есть эта любовь к родине, есть тот патриотизм, когда ты не проходишь мимо и можешь всегда подставить плечо родным, близким, либо простым людям, которые обращаются к тебе за помощью. Вот, наверное, с этого начинается патриотизм, Родина и все остальное. Здесь, как подтверждение тому, крепость, кто бывал хотя бы единожды, наверное, навсегда остается. Вот та аура и та теплота, тот героизм и подвиг наших отцов и дедов, которые в сердце каждого белоруса должны быть как цель жизни, что ради чего мы живем и сюда приходим, чтобы всегда помнить о той беде, которая была, и чтобы она никогда не повторялась. В унисон этому два слова буквально про центр, который будет строиться патриотически в Брестской крепости. Неспроста это место было выбрано именно в Бресте и в Брестской крепости, потому что именно он будет нести вот ту свою целевую установку для нашего молодого поколения и для тех воспитанников, которые будут сюда пребывать либо в формате гостевом, либо учебном. Чтобы это навсегда пронизывало наших детей в памяти, что вот эти ужасы войны не должны никогда повториться. И на примерах того героического прошлого, на примерах уже нашего настоящего показывать и доносить нашим детям, что это есть любовь к родине, есть понимание того, куда мы должны идти, к чему стремиться. 79-е годовщина и День города – это, наверное, тот праздник, когда мы, с одной стороны, отдаем дань уважения здесь же погибшим в Брестской крепости, защищая нашу родину, вспоминая тех, кто еще живой, которому мы могли сказать слова благодарности, максимально выполнить свои обязательства по, наверное, поддержке этого поколения и, наверное, сказать молодежи, что День рождения – это тот праздник, когда тебя, наверное, окружают именно те люди в День рождения, которых ты хочешь видеть. А у нас в этот день всегда традиционно очень много гостей, побратимов, просто почетных граждан, которых мы не забываем. Мы для себя придумали такую фишечку, особо не прогнозируя и не афишируя, придумали с помощью одного из парфюмеров Республики Беларусь, это Владислав Рекунов, который попробовал воплотить вот в этом красивом флаконе духов Бреста, любимый Брест, вот то героическое прошлое, настоящее и будущее. У каждого города есть какая-то изюминка, и для нас хотелось, чтобы, уезжая наши гости или встречая наших гостей, можно было бы оставить частичку вот того запаха, той души, да, города Бреста. Потому что город — это тысячелетняя история, которая была, ну, пронизана разными событиями. И хотелось бы, чтобы последующие тысячи лет было мирным, тёплым, любимым. И приезжая в Брест, чтобы те хоть как-то соприкасаются с ним, никогда не хотели уезжать отсюда. За тот непродолжительный период времени, проанализировав большое количество, так скажем, встреч, вопросов, которые поднимаются, уже прошло много личных приёмов. Горячая линия в горосполкоме постоянно действует, где каждый день люди обращаются по тем иным вопросам. Можно сказать, так скажем, укрупнённо, что в первую очередь город живёт проблематикой, наверное, служб ЖКХ. На втором месте немаловажно волнуют людей вопросы транспортного обеспечения. Дальше идут вопросы социальной сферы, здравоохранения, образования. Далее там, наверное, жилищное обеспечение наших горожан. Ну и во главе угла экономический блок вопросов, от которого зависит всё последующее. Ну, в двух словах, буквально, как мы сработали за полугодие, это в первую очередь объём инвестиций. Значит, по объёму инвестиций, это без малого 400 миллионов рублей, значит, с темпом роста 108, там с небольшим хвостиком процентов. Начинали всё довольно печально, это порядка, там, чуть менее 80% на начало года, и по итогам полугодия мы дотянули 108% с небольшим. Отдельно, наверное, на рост инвестиций повлиял, в первую очередь, те инвестиционные проекты, которые мы сегодня реализуем по городу, ну, плюс объёмы строительства жилья, удельный вес которых в объёме инвестиций составляет почти 60%. Значит, 60% жильё вы услышали, объём строительно-монтажных работ там более 104%. Что касается, значит, инвест-проектов, про что я обозначил, ну, в первую очередь, такие крупные, которые реализовывались и завершились в этом году, наверное, это центр IQ, который мы ввели в эксплуатацию «Димарш», потом, значит, здание административно-торговое «Санты» на Янке-Купала, потом, значит, реализуется большой проект по мясокомбинату, это здание складских помещений, где они расширяются для хранения своей продукции. Сегодня реализуется проект по газоаппарату, это цех по переработке пластмасс. Значит, реализуется такой крупный проект, как научно-технический парк, наш в части создание коллективного центра пользования. Там посещал его, кстати, премьер-министр. Дал высокую оценку не только самому технопарку, потому что по республике их не так много, и сегодня идет развитие как Барановичи и Пински, и мы сегодня видим положительные моменты в его реализации уже на нынешнем этапе. Ну и посещая ряд других предприятий, это и Савушкин, и мясокомбинат, это показывает оценку работы не только самих предприятий и руководителей, это подходы, которые прослеживаются в целом по городу и области. Потому что всегда продукция, которая выпускалась предприятиями города, она была со знаком качества. Для меня как при назначении, так и при нынешней работе уже с новой командой я позиционирую, что у нас не должно быть границ между областным исполнительным комитетом и Брестским городским исполнительным комитетом. Мы областной центр, и вся, что делается работа во всех направлениях, она позиционируется только с точки зрения того, что стоит единая цель на выполнении любой задачи. И мы в унисон задачам, которые ставит правительство, область, выполняем то, что сегодня должен делать каждый на своем месте. Мы к началу года упали в экономически активном населении, которое участвует в производственном процессе, задействовано в экономике города, больше, чем на 2,5 тысячи. Тут много разных субъективных и объективных причин. Каждый для себя пытается решать эти вопросы самостоятельно. Сегодня прошла выставка, ну, вакансии, ярмарка вакансии, межотраслевая, которая показала, что львиная доля, так скажем, дефицита по профессиям, это рабочие профессии. Ну, это и работники строительной отрасли, и обычные работники торговли, от кассира, продавца. Это сфера ЖКХ, немаловажно, тоже сегодня не хватает дворников. И в целом, чтобы сказать, у нас по городу без малого, наверное, почти 4 тысячи вакантных мест, которые мы сегодня можем предложить нашему населению. Есть определенные вопросы, конечно, с уровнем заработной платы, что касается бюджетной сферы, либо там государственной сферы. Но поверьте, что при том количестве, которые сегодня стоят на учете и признаны безработными, это порядка 380 человек. Ну, дисбаланс очень огромен. И те, кто хочет себе найти работу, я думаю, что вполне возможно найти. Номинально численная зарплата, если сравнивать по городу, составила за первое полугодие, за январь и июнь, 1808 рублей в среднем по городу. Это чуть более 240 рублей больше, чем в среднем по области. Что касается чистой зарплаты за июнь месяц, то она составила 1954 рубля по городу. То есть тенденция роста есть. На этот год показатель по темпу роста доведен 114,8 процентов. По факту мы имеем там порядка 117. Поэтому наниматели все понимают, что уровень заработной платы должен расти, потому что это основополагающий момент. Тем не менее, необходимость подъема зарплаты, она сегодня актуальна. Но опять же, не может быть выплачена зарплата, если она не заработана. Поэтому мы это должны понимать. И я всегда говорю на предприятии, когда вас устраивает уровень заработной платы или нет, поверьте, что в большинстве случаев, когда ты общаешься в коллективе, все люди заточены на то, чтобы максимально заработать. Я для примера приведу вам, был на бывшей Каролине, это наши швейники, теперь это БТК-5, компания российская. Работает больше 400 швей, общая численность порядка 600, и средняя заработная плата там больше средней нашей по городу за месяц. Ну, то есть больше там где-то 2-200, а если от выработки, то люди зарабатывают и больше. И сегодня люди, как в армии, понимают, ты пришел на работу, у тебя есть норма, ты ее выполнил. И поверьте, вопрос тут не стоит, что участника так жестко. Я вам приведу пример и у государственных предприятий, где такие же подходы. Но люди понимают, за что они работают. Для меня было очень приятно, большинство, вот на примере даже этого БТК-5, нацелено на то, чтобы максимально создать условия для людей. И в плане коллективного договора, условий труда, и, соответственно, конечно, на выходе это размер заработной платы. Не поверите, люди в процессе общения задавали многие вопросы касаемо нашей жизнедеятельности, но все с душой и пониманием того, как к ним относится частник. Практически по всему кругу предприятий ты понимаешь, что люди хотят работать, люди не хотят воевать. Когда мы разговариваем на темы, так скажем, которые сегодня волнуют каждого из нас, а мы пограничный город, и для нас это очень актуально, мы бы хотели бы вообще не донести то, что сегодня есть кому защищать, есть, так скажем, те моменты, которые можно, ну, наверное, выставить в унисон нашим недоброжелателям, а основная задача на предприятиях, общаясь, донести то, что, ну, работайте, это все, что вам сегодня надо. Цените, любите своих родных и близких, потому что ради них мы все это делаем. Мы сегодня неплохо выглядим на турнирной доске среди всех, значит, областных центров нашей страны, получается решать вопросы сбыта, вот, вместе с тем есть определенные вопросы, да, по логистическим цепочкам, и это сегодня находит свое утражение. На примере Савушкина, когда посещал премьер-министр, были определенные вопросы по поставке оборудования европейских стран, которые сегодня в рамках санкции не могли, так скажем, решиться так, как было договорено между субъектами хозяйствования. И потребовалось определенных усилий как само руководителя Савчица Александра Васильевича, так и его команды по выстраиванию иной цепочки доставки оборудования уже другого для того, чтобы максимально расширить мощности по переработке молока. Сегодня, значит, чтобы вы понимали, в день это, если не ошибусь, наверное, 4800 тонн молока перерабатывается. Увеличение объема производства молока требует увеличения объема переработки его. Поэтому, естественно, они постоянно модернизируются, расширяются, этим самым дают определенную, так скажем, долю производства в городе и области для того, чтобы мы в последующем по реализации от ихней деятельности имели налоги для удовлетворения наших потребностей в первую очередь в социальной сфере. Конечно, экспорт товаров. Сегодня по экспорту товаров у нас хорошие темпы 118%. Значит, по экспорту товаров конечно, флагман Савушкин. Это экспорт продукции. Сегодня удельный вес в промышленном производстве города это больше 30%. И представьте, насколько уязвим город, если что-то у одного из гигантов не так. Там же в этой обойме и Санта это больше 11%. Это и мясокомбинат это больше 6%. Это и гефестехника, сам газоаппарат. Все вопросы, которые требуют решения, как со стороны города и области в первую очередь, потому что в области сильнейший экономический блок, который помогает выносить ряд нерешаемых вопросов на уровень правительства для того, чтобы оперативно реагировать на те или иные вещи. Мы видим активное оживление как оптовых рынков, так и розничных. Сегодня практически что касается товарооборота города, я думаю, что все ходим в магазин и видим всего в достатке. Есть определенные вопросы по ценам, которые мы продолжаем кстати мониторить. По факту наверное надо сказать, что менее на сегодняшний день рынок устаканился торговый. Для нас это актуально, потому что это на уровне заработной платы и необоснованно роста не должно быть. Очень активно сегодня работают наши мебельщики. это ИОНРЭКС, это ИБРВ, это предприятие переработки. Есть сегодня спрос на мебель, на готовый продукт, причем с добавленной маржой, и сегодня они ищут логистические цепочки, в первую очередь, конечно, это Российская Федерация, где есть определенные росты движений. В целом, что касается экономики и промышленности, все живое, все активно, есть определенные вопросы по предприятиям, но поверьте, с учетом последнего состоявшегося исполкома, есть варианты решения вопроса. И я еще раз повторю, что тот, кто хочет работать, он всегда найдет, как это заработать и удовлетворить свой, как это, интерес в материальной стороне. Перспективы то, что видим по городу. В целом, город красивый, прекрасный, все мы его любим, и основная задача, во-первых, сохранить все, что есть. Вы видите, сколько мы благоустраиваем сейчас улиц в части перекладки асфальтового покрытия. Это нельзя не заметить по городу, потому что определенные дороги, подъезды, как центральной части, так и других наших частей города, они приходят в негодность и требуют поддержания и обновления. Сегодня вы видите, как прекрасно получилась Белорусская и Дубровская. Выстроили магистраль с выходом туда на Козловичи, делаются или сделаны уже пешеходные связи, которых не было. Сейчас там решается вопрос по благоустройству дворовых территорий по городу. Планка есть и набор обустройства территорий дворовых большой, но бюджет не резиновый и я всегда при обращении граждан говорю, что поступательно и поэтапно мы будем это делать с учетом того, как будет складываться бюджет. Что касается наведения порядка в городе, помимо того, что мы сейчас делаем, в планах, конечно, микрорайон Речицы. Это второй микрорайон, на который мы постараемся ближайший год уже повернуться в сторону, выстроить тоже основные магистрали, после чего уже легче будет наводить порядки на более мелких улочках и переулках. Мост, бульвар. В следующем году мы начнем реконструкцию моста. Стоимость проекта больше 70 миллионов. Она позволит расширить в одну и во вторую сторону по две полосы. Мост перекрываться не будет. Сначала начнется строительство со стороны центрального пляжа двухполосного моста и после того, как он будет введен одна часть в эксплуатацию, закроется на реконструкцию вторая. Это специально для удобства, потому что перекрыв центральную часть города мы породим огромнейший коллапс и срывы нашего транспортного обеспечения по городу. Поэтому второе это горбатый мост. Узкая горлышко, которое имеет определенные связи с улицей Секурского и противоположной стороны, где наша сегодняшняя, так скажем, по-старому называемая железнодорожная больница. Вот это второй мост, который стоит в планах под реконструкцию. Мы застраиваем новые микрорайоны и по новым микрорайонам сегодня требуются учреждения образования. Школьные и дошкольные. Уже сегодня мы готовим к воду и к первому сентября будет открыт садик на 350 мест. Параллельно на Вольке-3 ведется строительство второго садика на 350 мест, который будет веден в следующем году. Проектируется садик по улице лейтенанта Рябцева. Это то, что касается дошкольных учреждений. На следующий год, если все срастется в заличном микрорайоне, начнем проектировать школу. Это тоже решит определенный вопрос по шаговой доступности к этим учреждениям. Помимо учреждений социальных, которые мы строим, мостов, жилье всегда было в приоритете. И в последние годы мы ежегодно строим не меньше 200 тысяч квадратных метров. Жилье сегодня с господдержкой актуально и будет оставаться еще долгое время, потому что на очереди у нас состоит больше 23 тысяч населения, граждан наших. Многодетных у нас больше 1200. И сегодня из них не охвачено порядка 600 семей, которые либо будут предложены в текущем году в задельные дома, либо определяться с каким-то иным вариантом улучшения своих жилищных условий. И на социальное жилье у нас состоит порядка наверное 400 семей. Из них из 400 семей на социальное жилье, чтобы вы понимали, право на получение именно социального жилья имеет порядка чуть меньше 100 человек. Вот основные реперные точки, которые мы для себя видим. Что для этого в городе делается? Конечно, вы видите, что идет активная застройка. Юземейр первый. Сейчас активно уже входят в строительные работы по Борису Маслова. Сегодня завершается строительство жилья на лейтенанта Рябцева. Сегодня мы уже завершаем разработку проекта по карьерной. Это все, что в ближайшее время мы будем застраивать. Есть помимо этого площадки, которые строят дольщики у частных застройщиков. Перспектива такова, что мы в этом году и в следующем отрабатываем Березовку. Это большой квартал застройки будет. Причем этот квартал планируется сделать энергоэффективным на электрической тяге. То есть все, что будет касаться с учетом развития мощности атомной электростанции будет строиться только с использованием электрической энергии. Второй перспективный большой квартал застройки это задворцы. Это нам позволит продержаться определенное время по строительству жилья и наверное решать те социальные вопросы по обеспечению социальным арендам и наверное нуждающихся жильем на территории города. Что касается социальной сферы, здравоохранения, я сказал наверное даже в одном из своих первых выступлений, что сначала экономика, транспорт и социальная сфера. Социальная сфера сегодня очень развита в Бресте и расходы бюджета на социальную сферу составляют 78%. Это здравоохранение и образование в первую очередь. Что касается здравоохранения, мы представлены пятью стационарами, восемь поликлиник, три стоматологии, ряд специализированных учреждений. В целом в общей массе мы имеем 20 учреждений здравоохранения с общей численностью занятых больше 7000 человек. Естественно сейчас в рамках поручения главы государства работала мониторинговая группа. Была дана я считаю принципиальная оценка работы. Она заслуживает уважения наших медиков. Добальных вопросов нету, системных нарушений нету. Есть мелкие вопросы по медицине, которые надо будет решать городу. Но определенные моменты, которые ставил глава государства по наведению порядка по благоустройству это безусловно требует финансовых вливаний и внимания самих руководителей. Более 80% мы обеспечиваем общественным транспортом нашим брестским перевозку пассажиров. Остальные 20% это частные маршрутные такси. Для меня значит понятно, что чтобы максимально решать вопросы перевозки нужно обновлять и увеличивать количество подвижного состава. Сегодня в Брестко-общественном транспорте у нас работает порядка 800 человек. Подвижной состав сегодня наполовину требует обновления и динамика последних трех лет говорит, что все если так будет сохранено, то в принципе в ближайших несколько лет мы наведем там порядок. В прошлом году для сравнения мы получили 15 единиц техники как автобусов так и троллейбусов. В позапрошлом в 21-м году в 22-м мы получили 14 единиц техники. В этом году мы получили уже 13 единиц техники. Это как за счет бюджета так и за счет собственных средств Брестко-общественного транспорта. До конца года мы получим порядка еще 13 автобусов. Уже подписан договор лизинга с МАЗом и сумма контракта это порядка 6 миллионов рублей. В среднем, чтобы вы понимали, на обновление подвижного состава тратилось в среднем где-то 8 миллионов рублей ежегодно. Получается так, что решая проблему обновления мы многие вопросы закроем. Что касается вот этих частных организаций, которые решали чисто свои коммерческие интересы и не соблюдали те требования, которые им были вменены по выпуску, мы с ними тоже будем разбираться. Поэтому моя команда была максимально при проведении конкурса обеспечить требования в прохождении медицинского освидетельствования либо отметки механика в государственных учреждениях. почему? Потому что мы выполняем социальный стандарт социальной перевозки, которые на улице города должны соответствовать тем требованиям безопасности наших горожан. Я думаю, что это наша не последняя встреча и хотелось бы, чтобы всегда в ваших статьях, в ваших репортажах была объективность. Я не боюсь критики, мне очень импонирует, когда есть вопросы, которые ты как руководитель должен реагировать и видеть. Когда вы нам подсказываете, есть обратная связь, я буду только рад этому взаимодействию. Но и на этом разговор не закончился. Журналисты народ любопытный. Им интересно не только то, что говорят здесь и сейчас, но и то, что остается за кадром. А потому запланированная экскурсия на пограничный остров пришлась как нельзя кстати. В неформальной обстановке обсудили еще много интересных и важных для Бреста тем. Ко времени и к месту была и интересная экскурсия. А солдатская каша и ароматный чай сделали разговор откровенным и дружеским. А мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам звоните номер в Бресте 54 63 67. Ну а мне остается только добавить это было ваше телевидение семейный канал Бук ТВ. Я Анастасия Мелешкевич говорю вам до встречи и как всегда желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Музыка Музыка